Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей в студии Михаил Ермоленко. Итак, коротко о главном за эту неделю. В прямом эфире на самые важные темы. Глава Самары ответила на вопросы в студии телеканала Самара ГИС. Обсудили соблюдение сроков работы и их качества. Власти Самары посетили объекты перекладок теплосетей. Прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к зиме. Дневник Анны Франк или «Унесенные ветром». 9 августа в России отметили День книголюба. Мы узнали, какие произведения самарцы выбирают для чтения. О самом важном из жизни мегаполиса в студии телеканала Самара ГИС. На этой неделе глава города Елена Лапушкина стала гостем прямого эфира программы «На связи с городом». Мэра рассказывала о реализации масштабных транспортных проектов, о регулярной сезонной работе и актуальных темах, а также ответила на вопросы телезрителей. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Таких масштабных проектов в Самаре не реализовывали со времен чемпионата мира по футболу. Строительство развязки на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии стало одной из главных тем прямого эфира на телеканале «Самара ГИС» с участием главы Самары Елены Лапушкиной. Мэр рассказала, что новый путепровод решит проблему пробок в этом районе города. После запуска движения на этом участке возрастет и скорость движения, и трафик. По этому проекту предусмотрена бесплатная замена окон на шумоизоляционные для жителей в тех домах, что выходят на новую развязку. Глава города отметила, что реализация таких проектов – большая удача для города, которая стала возможной благодаря работе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Есть у нас определенные ограничения. Были вынуждены разрабатывать отдельную схему движения, разрабатывать компенсационные мероприятия. Но, тем не менее, у нас развязка уже близится к завершению. На сегодняшний момент могу сказать, что темпы строительства достаточно высокие. Благодаря поддержке губернатора и его системной работе в городе реализуется еще один масштабный проект – строительство новой станции метро «Театральная». Она позволит жителям из Юнгородка и Безымянки добираться до исторического центра в течение получаса без пробок и без поиска парковочных мест в центре города. Так жители смогут комфортнее посещать театры, музеи, фестивали на площади Куйбышева, не беспокоясь об обратной дороге домой. А многим горожанам станет удобнее добираться до места работы или учебы в советском, кировском и промышленном районах города. Строительство неизбежно сопровождается временными неудобствами, но итоговый результат перекроет их, так же, как это было и во время строительства развязок на Московском шоссе. «Сроки и по строительству развязки, и по строительству метро стоят очень жесткие. И, конечно, цель и у Дмитрия Игоревича Азарова, и у подрядных организаций справиться с этой работой в максимально сжатые сроки. Увы, в определенных неудобствах мы не избежим. Действительно, нам надо просто немножко потерпеть. И, как вы правильно сказали, все эти неудобства очень быстро забываются». «Конечно». Говорили в эфире и о регулярной сезонной работе. Рассказал глава города о подготовке Самары к отопительному сезону. Общая готовность к нему сейчас составляет более 75%. Все испытания работы по перекладке идут по графикам. Готовят к сезону и 101 котельную. Большое внимание в этом году уделили Куйбышевскому району Самары. Также в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе обновляют почти 55 километров самарских дорог. Кроме того, преображаются дворы и общественные пространства. В этом году работы запланированы по 55 дворам и 5 скверам и паркам. Елена Лапушкина выразила надежду, что жители будут следить за обновленными территориями и сохранять в них чистоту. Чем дальше эта программа будет существовать, мне кажется, жители все больше и больше будут принимать участие, потому что они видят результат. Они гуляют по этому результату. Они получают удовольствие от этих территорий, которые они сами по факту создали. Они нам только подсказали, где в первую очередь это надо сделать. Важной темой стало и активное развитие и распространение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Это электронная система, которая содержит большой объем информации, помогающим жителям города правильно управлять своим имуществом. С помощью системы жители могут оплачивать коммунальные услуги без комиссии, обращаться к своим управляющим компаниям или контролирующим ведомствам, а также получать доступ к широкому спектру разных услуг. Меньше чем через месяц стартует учебный год. Елена Лапушкина рассказала, что этим летом ремонт проводили в 16 самарских школах. 1 августа стартовала комиссия по оценке готовности всех муниципальных образовательных учреждений. Также глава города отметила, что продолжит встречи со старшеклассниками. Мне очень понравился результат этих встреч, наши диалоги, которые состоялись. Не так много школ я объехала, но тем не менее в каждой школе были заданы очень интересные вопросы, были подняты темы, которые волнуют и взрослых, смею вас заверить. Отдельно обсудили в прямом эфире и безопасность на водных объектах. В Самаре с начала купального сезона произошло несколько происшествий на воде, в том числе с участием детей. Глава города напомнила жителям правила, которые необходимо соблюдать для безопасного отдыха. Купаться только в оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не купаться в темное время суток, а также в состоянии алкогольного опьянения. И, конечно, я хочу сейчас призвать всех наших жителей, дорогих, быть внимательными к себе и к своим детям, к своим родным и близким. Соблюдайте правила безопасности. Это прежде всего для вас. Говорила глава Самары и о росте заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Елена Лапушкина призвала горожан пройти ревакцинацию. Сейчас самое время напомнить людям о том, что ревакцинацию надо все-таки сделать. Это то, что нас спасает. Также среди тем прямого эфира прозвучали подготовка ко дню города, сотрудничество с белорусским городом Брест, а также формирование Самарского батальона. Отвечала Елена Лапушкина в прямом эфире на вопросы жителей, которые поступали в студию по телефону или через аккаунты телеканала в социальных сетях. Там же можно посмотреть полную запись прямого эфира с главой Самары Еленой Лапушкиной. Андрей Грагуленко, Василий Калдашов. События. Подготовка ко дню города в полном разгаре. Глава Самары Елена Лапушкина проверила состояние общественных пространств, которые были благоустроены в последние четыре года по федеральным и региональным программам. Глава посетила советский район. Какие скверы и парки пользуются популярностью у жителей, и что нужно сделать в ближайшее время, расскажем в следующем сюжете. Сквер на пересечении Авроры и Аэродромной даже в жаркий день пользуется популярностью у самарцев. Дети играют в сухом фонтане, а горожане постарше отдыхают в тени деревьев или занимаются на спортивных площадках. В этом во время объезда советского района убедилась глава города Елена Лапушкина. Она проверила состояние малых архитектурных форм, а также оценила цветы в клумбах сквера. Видно, что за сквером ухаживает, и вижу, что он пользуется популярностью. Да, сейчас очень жарко, не так много людей, но сколько детворы у нас на фонтанах. Вижу, что изумрудная трава, вижу, что цветут цветы. Конечно, хочется увидеть такую же картину на всех оставшихся объектах. Не все так хорошо в сквере Чехова. Здесь необходимо обновить сцену, на которой читали стихи и танцевали. Восстановить сетку на спортивной площадке, почистить и покрасить зоны для настольных игр. В чистке нуждается и озеро в сквере «Родничок надежды». Вода здесь сильно заросла водорослями. Подземным родникам тяжело пробиться, чтобы наполнить озеро. В прошлом году его очищали от зарослей и ила летом. Теперь для лучшего результата специалисты предлагают сделать это зимой. Понимаем, что надо чистить и надо определиться все-таки с технологией. Сейчас вот предлагают почистить это зимой, когда озеро полностью промерзнет. Посоветуются специалисты. В сквере самарских космонавтов глава города дала поручение обновить памятник покорителям космоса. Почистить и покрасить постамент и саму композицию. А также проверить санитарное состояние деревьев. Во время объезда глава самара обращает внимание не только на общественные пространства. Также проверяет, как ведутся работы по благоустройству дворов, обновлению дорог и перекладке теплосетей. Хочется видеть полностью картину. И не только сквер. Хочется видеть, как ведутся работы на уличной дорожной сети, как ведутся работы во дворах. У меня это действительно важно. И тогда будут предметные разговоры уже на оперативных совещаниях. Под протоколом, чтобы в дальнейшем контролировать их исполнение. До конца августа глава города проверит общественные пространства, которые были благоустроены с 2018 года по федеральным и региональным программам во всех девяти районах города. Особое внимание будет уделено тем территориям, о которых часто пишут жители. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. В минувший четверг в Самаре прошло выездное заседание оперативного штаба по подготовке города к зиме. Власти областного центра обсудили соблюдение сроков работы, проверили их качество. Напомню, в этом сезоне профильные службы модернизируют теплосети на 20 участках. Подробности в сюжете. На улице Аменева с раннего утра работает строительная техника. Это первый объект, на котором побывали участники оперативного штаба по подготовке Самары к отопительному сезону. Здесь идет перекладка тепловых сетей. Часть траншеи проходит по территории школы, поэтому подрядчик должен завершить на ней все работы до начала учебного года. Трудиться на объекте обещают и днем, и ночью. Планируем все вовремя закончить сроком. То есть все усилия и силы, может, представляется, есть у нас техника и люди. Какого числа сроки? У нас 25 августа, чтобы территория школы была готова полностью. Еще один важный объект – это теплотрасса по улице Ташкентской. На сегодняшний день здесь собрана вся монтажная схема. На большей части участка проводят гидроизоляцию. После того, как подрядчик засыплет траншею, начнется восстановление проезжей части. В этом сезоне перекладку сетей проведут на 20 объектах. Участники штаба запланировали посетить практически все из них. Та проблематика, которая возникает, решается в рабочем порядке. Для этого, в принципе, и выезжаем непосредственно объекты, для того, чтобы на месте принять определенное решение, для того, чтобы работы не простаивали, и в какой-то степени корректировать графики, для того, чтобы закончить работы по перекладкам в те сроки, которые нам позволят. В настоящее время готовность объектов, где идет перевооружение теплотрасс, оценивают в 70%. В целом же областной центр готов к предстоящей зиме на 80%. Подготовка к зиме не только связана с тем, что ведутся перекладки теплотрасс по городу. Это и подготовка многоквартирного жилого фонда, и подготовка также сетей холодного водоснабжения, водоотведения, котельных, электроснабжения. Поэтому весь этот комплекс мероприятий на сегодняшний день оценивается как 80%. Поэтому, в принципе, идем в графики. За ходом работ ведется постоянный контроль. Во время выездов на объекты оценивается качество перекладки теплотрасс, а также соблюдение графиков подрядчиками. Светлана Тимофеева, Василий Калдашов. События. У Вечного огня в Парке Победы прошла торжественная церемония забора земли с родины бойцов-уроженцев Куйбышевской области, погибших при взятии стратегически важной высоты в 1943 году на Донбассе. В церемонии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, депутаты Губернской думы и представители ветеранских и поисковых организаций. Делегация из Самарской области передаст капсулу с землей вместе с гуманитарным грузом в город Снежное в рамках дружеского соглашения о взаимопомощи между городом и регионом. Подробнее Андрей Горгуленко. Доставить родной земли для тех бойцов Великой Отечественной, которые похоронены в братских могилах на Донбассе. Такая задача у делегаций, которая вместе с гуманитарным грузом доставит капсулу с землей в музей боевой славы в городе Снежное Донецкой Народной Республики. Это проходит в рамках договора о сотрудничестве и взаимной помощи, которую подписали глава администрации города и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капсул наполняет ветеран Великой Отечественной войны Сергей Сергеевич Амин. Малый Сталинград. Именно так назвали кровопролитную битву за высоту 277,9 в Донецкой области в 1943 году. С этой точки недалеко от города Снежное открывается вид на несколько десятков километров во все стороны, а потому она была стратегически очень важна. Бои за вершину продолжались 12 дней и завершились победой советских войск. В сражении погибли более 100 тысяч солдат, в том числе и уроженцы Куйбышевской области. Поисковые работы, чтобы установить их личности, продолжаются, но сейчас уже известны имена четырех человек. Мы сейчас открыли несколько пока имен этих солдат. Один из них как раз самый первый, кто прорвался через градительные обороны фашистов, завладел этой высотой и на протяжении суток ее удерживал до прихода основных сил. Возвращаясь, делегация привезет на родину землю с этого кургана, чтобы установить капсулу в Самаре, а также передать часть земли в те села, где родились участники той битвы. Для родственников это достаточно такая трогательная минута, когда предоставляешь информацию и еще и прикладываешь в гильзе землю. То есть кто-то хранит ее у себя дома, кто-то высыпает при захоронении на могилу. То есть, ну, это достаточно, можно сказать, священное такое действие, которое происходит, все, что связано с землей. В церемонии забора земли предшествовало и возложение цветов к вечному огню, в который принимали участие глава Самары Елена Лапушкина, депутаты губернской думы, представители ветеранских организаций, патриотических отрядов и поисковых движений. Делегации Самарской области отправятся в Снежное в ближайшие дни. В это время будет продолжаться поиск родственников тех солдат, чьи имена уже известны. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Темпы по строительству нового жилья высокие. В этом году в регионе будут выполнены все планы по вводу новых квадратных метров. Об этом говорили на форуме «Современные тенденции в строительстве». Он посвящен профессиональному празднику, который отмечают на этих выходных. Во встрече принимали участие министр строительства области Николай Плаксин, представители регионального правительства, банковских организаций, проектных и строительных компаний. Присутствующие обсудили внедрение в отрасль цифровых технологий, в том числе и в выдаче ипотечных кредитов. Говорили об импортозамещении в современных условиях и ситуации на рынке производства строительных материалов в регионе. Также участники форума обсудили перспективы создания новых предприятий в особой экономической зоне, которые будут выпускать непроизводящуюся в регионе продукцию. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции и быстрее реализовывать масштабные проекты, например, строительство станции метро и развязки на Новосадовой. В соответствии с цветами Андреевского флага, на этой неделе в Самаре отметили День российской тельняшки. Традиционно он празднуется в середине августа. О том, кто в наше время носит нательные полосатые майки и каков портрет этого человека, расскажет Александра Гусева. Этот праздник не отмечается в календарях, хотя и является достаточно популярным. У большинства людей при виде тельняшки возникают ассоциации с военным ремеслом. И не зря первыми, кто стал носить нательные полосатые рубахи – это моряки, причем еще во времена парусного флота. Вероятно, контрастные полосы позволяли разглядеть матросов в сумерках, на фоне парусов и даже в непогоду. Чаще всего тельняшка – отличительный атрибут военных, служивших в ВДВ или ГРУ. Сергей Ветышкин посвятил не один год своей жизни военному ремеслу. Мужчина с гордостью вспоминает, как пошел добровольцем на фронт, когда стране понадобились бойцы. Сначала служил в разведывательных мотострелковых подразделениях. Постепенно зарекомендовал себя как профессионал в военном деле. Тогда ему и поступило предложение о службе в более серьезных структурах, в войсках специального назначения. Мужчина участвовал в спецоперации на Северном Кавказе, где получил два тяжелых ранения и признание. Сергея наградили орденом мужества за выполнение поставленной задачи. Когда мы уже себя зарекомендовали, нас уже пригласили служить в более высокие структуры войска специального назначения. Здесь уже нам удалось реализовать себя в полной мере, в полном объеме. Было тяжело. Половина моих товарищей, с кем я пришел, к сожалению, погибли на той войне. Ну, я остался, война закончилась, и теперь я занимаюсь воспитанием детей. Через несколько лет после завершения службы к Сергею стали обращаться родители с просьбой позаниматься с их детьми и рассказать о военном опыте. Тогда и было принято решение о создании военно-спортивной секции «Отряд Берет». Чуть позже, как и полагается военно-спортивной организации, «Берет» вступил в ряды юно-армейского движения. А это что у вас? Прямо тут. Это мужество. А это? А вот это? Это несадники. Это за юно-армией? Это за юно-армией. А вот это вот самая большая? Это часть боевых действий. Обучаться военному мастерству приходят ребята от 5 до 17 лет. Сергей Ветышкин разработал специальную программу. Ребята активно проводят досуг в любое время года, участвуют в соревнованиях и походах. Воспитанники Сергея не боятся ни грязи, ни пыли, ни высоты. Ребята молодцы, отмечает тренер. К примеру, Арсений Саркисян ходит в секции уже 4 года. В этот раз он был первым, кто прошел по веревочному городку и спустился по канату к финишу. Когда именно начинаешь слетать, тогда страшнее всего. Тебе нравится высота? Да. Станислав Ефремов занимается чуть дольше. За это время он успел поучаствовать в большом количестве соревнований и походов. Говорит, что больше всего ему нравятся динамичные занятия. Поэтому он с удовольствием занимается бегом и акробатикой. Проходили соревнования по метанию ножей, по сборке и разборке автоматов. Кто больше всего нравится? Динамичность и коллектив. А вот Миша Королев – один из самых юных воспитанников. И смотря на свой возраст, он уже многое умеет и с удовольствием рассказывает о том, как Сергей Александрович учил его военному делу. Когда я пришел в юнармию, меня сначала Сергей Александрович учил бегать, а потом разбирать автоматы и пистолеты. Потом я стал уметь разбирать пистолеты, автомата еще нет. Сергей Ветышкин утверждает, большинство детей приходят в его секцию именно по зову сердца. И по примеру своего наставника строят военную карьеру. На несколько полосатых сильняшек, шутя говорит Сергей, становится больше. И это радует, ведь каждый из них – будущий защитник Родины. Александра Гусева, Максим Гусев, События. Они сказали «от винта» и пролетели на гидросамолете от Самары до Камчатки. Наши следующие герои точно знают, что самое главное в самолете и кого на самом деле уважает высота. О пилотах-энтузиастах из Самары, которые не боятся покорять новые вершины, в нашем репортаже. Они пролетели почти через всю нашу страну. Увидели множество живописных мест и добрались до самой Камчатки. В этом году два пилота-энтузиаста из Самары совершили двухнедельное путешествие на гидросамолете. Виктор Пономарев и Анатолий Шляхна признаются, что небо привлекало их с детства. Идея, что можно отправиться в путешествие на самый край России, посещала пилотов давно. Длительное время они тренировались, летали на небольшие расстояния и постепенно покоряли небо, отдаляясь все дальше и дальше от дома. В прошлом году Виктор и Анатолий долетели до Байкала, а в этом – до Камчатки. Мы вообще не планируем сидеть на земле. Мы всегда планируем куда-то лететь. У нас еще осталось неосвоенное плато Путоран, например. Мы полетать хотим по северам, там очень красивые места. Вот это вот действительно суровая такая, ну настолько красивая природа, да, обязательно хочется туда полетать. И вообще у нас в России столько мест. Подготовка к длительному полету заняла всего месяц. Виктор Пономарев рассказывает, самое главное в таких путешествиях – придумать, куда приземлиться. Ведь нужно осуществлять дозаправку. Да и самим пилотам время от времени требуется отдых. Чтобы долететь до Камчатки, Виктору и Анатолию пришлось совершить 14 перелетов. Как оказалось, во всей нашей стране самое лучшее достояние – это наши люди. Потому что в любом месте люди сразу откликаются, начинают помогать. Особенно с топливом, там где-то бензин, где-то чуть не на коленках, в канистрах привозили, помогали. Вот нигде проблем не было. Везде безотказно. Четырехместный двухмоторный гидросамолет, на котором путешествовали Анатолий и Виктор, отечественного производства. Пилоты признаются – к выбору аппарата подходили серьезно. Летали даже в Америку, рассматривая варианты импортных самолетов. Но в итоге оказалось, что надежнее нашего отечественного нет. Во время своего последнего путешествия пилоты-энтузиасты научились управлять самолетом фактически вслепую. Путин преграждал дым от горящих лесов Якутии. И самое главное в любом полете, говорит Виктор, – сохранять спокойствие. Ведь проблемные ситуации нужно решать холодной головой и верой в собственные силы. Александр Гусева, Николай Сидоров, События. 9 августа в мире отметили Международный день книголюбов. И как выяснил наш корреспондент, читать книги в нашем городе любят как взрослые, так и дети. Если подростки выбирают произведения по школьной программе, то взрослые предпочитают новинки или перечитывают то, с чем ознакомились в юности. Из современной Самарской библиотеки репортаж Сергея Кизуркина. В семье Карапетян печатные книги читают взахлеб, поэтому для экономии семейного бюджета записались в библиотеку. Мама Лиана этим летом прочитала бестселлер «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Дочь Вероника поставила себе более сложную задачу – освоить весь список литературы по школьной программе, который задали на лето. До начала учебного года нужно успеть прочесть Тома Сойера Марка Твена и Алая Паруса Александра Грина. Младшим братьям берет сказки «Русские и зарубежные». Замечательная библиотека. Глаз радуется от количества литературы разные, в том числе и зарубежная привлекает. И я беру и для младшего запуск речевой, речевого развития. Поэтому все есть для всех категорий читателей, здесь все есть, любая литература. Поэтому мы с удовольствием сюда приходим. Периодически я специально беру поменьше книг, чтобы мы в следующий раз пришли еще, еще, еще. Старшее поколение удивляется сегодняшнему разнообразию и доступности литературы. Галина Якличева родом из деревни. Тогда в местной библиотеке было всего около сотни книг, которые зачитывались до дыр. В современной Самарской библиотеке можно найти и раритет, и новые произведения. Книги Галина Якличева читает всей семьей. С внучкой потом любит обсуждать прочитанное. Мы дома вместе читаем. Бывает, она читает, я слушаю, и потом она уже... Мы видим, что в мультике там другое, а в книжке там намного больше. Центральная городская детская библиотека на аэродромной 16А была полностью переформатирована по национальному проекту «Культура» два с половиной года назад. Теперь это книжный лабиринт. На полках около сотни тысяч произведений. Разнообразные тематические зоны. Скучать не приходится. Библиотека не просто место книгохранения и чтения в тишине. Это место общения и творческого развития. Все пространство библиотеки сделано в формате книжной кругосветки. То есть у нас весь дизайн, все это выполнено в таком формате, относящемся к национальному парку «Самарская лука». Вот, например, у нас старший абонемент – это «Молодецкий курган». Младший абонемент – это «Песочный город». Игротека – это «Остров зелененький». Медиатека – это «Золотая пещера». Конференц-зал – это у нас фестивальная поляна. И мастерская – это задельная. В ходу по-прежнему фантастика и детективы. Кроме классической книги – популярны комиксы. Из новинок – цифровой формат 4D. То есть рассказ без текста, только одни картинки. Из авторов пользуются большой популярностью Михаил Шолохов – «Тихий дон», Эрих Мария Ремарк – «Три товарища», Джоан Роулинг – «Гарри Поттер», Нарине Абгарян – «Манюне» и, конечно, Александр Кушкин с его сборником сказок. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов – «События». На этом итоговый выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok